Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 сколько их Бог дает, и не поддавались бы на лженаучные всякие ухищрения грешного человеческого разума и подлых людей, уничтожать детей во чреве матери и навлекать на себя проклятие. Это не так просто убить человека, даже начинающего только жить. Это большой грех. Это уже человека-убийство. И пусть как бы ни говорили эти подлецы всякие от науки, они чего, дескать, еще одного там ничего не понимают, все понимают. Все понимают и воспринимают через мать свою весь окружающий мир во всем его объеме. Оно там не просто так вот развивается, как непонятно что. Это уже живая душа действует в этом существе. Вот понимаете, дорогие мои братья и сестры, как это важно, зачать дитя, выносить его с молитвы о Божьем благословении для самих родителей и для рождающихся детей. Все святые, и Николай Чудотворец, и святой Иоанн Кронштадтский, память которого мы празднуем, они были детьми благочестивых христианских родителей. Иоанн Кронштадтский происходит из края суровых поморских людей. Но эту суровость он в себя воспринял для себя самого и для того, чтобы со всей ответственностью, взяв крест Христов, нести его через все время своей жизни и сделать причастниками божественной благодати как можно больше других людей. И он эту свою задачу выполнил. Но, к сожалению, не все такие, как отец Иоанн Кронштадтский были, имеются и в будущем окажутся. Но его личность является для нас живым примером того, как верить в живого, личного Бога, Господа Иисуса Христа. Как ему открыть свою душу, как ему врачить свое сердце, как ему на службу поставить все свое сознание, весь свой житейский опыт и все свои способности слушать Слово Божие и исполнять его. И он еще, я думаю, столетиями будет примером для всех людей нашего народа и для всего мира добрых, благочестивых христиан в том, как надо строить свою жизнь, что главное в жизни человека, а главное в жизни человека поверить в Бога, узнать Его в святых таинствах нашей православной веры и следовать за Ним даже до смерти Царства Небесного. И не надо думать, что Царство Небесное будет где-то и когда-то. Да, оно и где-то, и когда-то, и оно вечное, но оно живет в каждом из нас. В тебе, во мне, в ней, в нем, вот во всех нас. Нам нужно только что сделать? Сделать себя через покаяние, через осознание своей грешности и исповедание своих грехов, получив от них прощение в таинстве святого покаянина исповедина и, исправляя потихонечку свою жизнь, приходить к меру возраста живого и действенного христианина, то есть человека, в котором живет Христос. И в том, чтобы Христос в нас был и жил, и чтобы мы не оказались без Него скверными и нечистыми, и не способными ничему хорошему, и особенно не способными наследовать Царство Небесное, нам может помочь только Он Сам, наш Господь Иисус Христос. Мы слышали эту торжественную песню. «И лица во Христа креститесь, те, кто крестился во Христа, во Христа облекосьтеся, облеклись во Христа, как бы в Него оделись, как бы наполнили Его сущностью свое мудро человеческое, свое сердце, свое сознание и определили бы для себя к практике осуществления в жизни все добрые заповеди Господа нашего Иисуса Христа». А Господь говорил, что заповеди Божии не тяжелые, заповеди тяжкие не суть, не являются тяжкими, но животворными. «Светильник ногам моим закон твой и свет стезяк моих». Вот что такое закон Божий. «Светильник, свет, мир, радость, перспектива в жизни даже до вечности и Царства Небесного». Вот, дорогие мои братья и сестры, все мы сегодня, почитающие память отца Иоанна Кронштадтского, примем себе за правило его решимость борьбы с грехом, со всякой несуразностью в жизни, и его преданность Господу Иисусу Христу, и воспримем его живую веру. Он говорил со Христом в молитве так, как будто Христос вот перед Ним находится, всегда носил в своем сердце Господа Иисуса Христа. А ведь Он Сын Божий, ведь Он Бог Господь Иисус Христос. Если Иоанн Кронштадтский имел такое счастье всегда быть вместе с Господом Иисусом Христом, «Кто нам запретит иметь это счастье? Только подлость наша, греховность наша, нерадение наше, маловерие наше». Вот давайте покаемся в этом, утвердимся на православно-христианском пути жизни, и будем стараться творить волю Божию, которая выражена в Евангелии, и стараться заповеди церковные соблюдать, потому что все это выработано на протяжении тысячелетнего, больше даже уклада жизни православных христиан. Проверено опытом и увенчано многочисленными венцами живых в Царстве Божьем, Божьих праведников. И среди них сегодня поминаемый нами отец Иоанн Кронштадтский. Они не где-то, они с нами, суть присутствует вместе с нами на молитве. Только все зависит, какого мы духа, в каком мы расположении. Искренне ли молимся мы и всерьез ли мы восприняли свое православно-христианское достоинство для того, чтобы, живя на земле, душой стремиться к небу и через участие в святых таинствах веры достигать возможного для нас Богообщения. Братья и сестры, это дано каждому, но не каждый способен это воспринять, а мы должны молиться, чтобы Господь дал нам такую способность. Господи, дай нам такую способность, чтобы мы были живыми душами Царства Божия, начиная уже в этой земной жизни. Проводили ее во славу Божию и на пользу нашим ближним через благодеяние, которым мы и получим спасение от Царства Небесного, чего да исподобит нас за молитвы праведного Иоанна Кронштадцева. Господь! Аминь! Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Преподобный Деонисий Владимир Куршинский, священному ученику Василия Пресвитера, Павел Иванович Рассказн Кор enthusiastic, как правило. Слава Богу! 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 Святая! Святым! Что он так вот? Нельзя так вот просто писать, что Агнец разъявлен, никого не разъявлен. Кто просто видится? Кто вас так получил, не знает. Кто смертный, может быть еще вот слепо. Исполнив. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И в наши дни есть такие, которые творят Иисусову молитву, есть те, кто влюблены до глубины души, влюблены в имя Божие и без этого имени, без его призывания жить не могут. Древняя традиция. Субтитры делал DimaTorzok Это и два имени и единое имя, так же как и имя Отца и Сына и Святого Духа. И три имени и единое имя, ибо Троица это единый Бог. Так вот, эта древняя традиция, вот в тех северных суровых поморских землях, она жила, существовала в природе человека. И в Иоанне Кронштадтском это сказалось и выразилось и осуществилось, и в его жизни в особенности, ибо он считал, что Иисусову молитву творить необходимо так же, как и дышать. И он говорил, имя Божие есть сам Бог. Настолько имя Бога близко к самому Богу в божественной сущности. Так он воспринимал. Бога в его славе, ибо имя это проявление, это слава, это внешняя сторона. А смысл жизни человека в том, чтобы с Богом общаться. И вот через вот эту внешнюю сторону человек соприкасается с Богом, общается с Ним, воспринимает в себя божественные качества. А Бог приемнет через свое имя человека, улавливает его в свои любовные сети. А вторая тема это Евхаристия. Имя славе, прославление имени Божьего. А Евхаристия это благодарение и причастие святых тела и крови Христовых. Святой Иоанн жить не мог без Евхаристии, без того, чтобы каждый день не причащаться телу и крови Христовых. Он жить без этого не мог. И в течение многих лет, будучи священником, ежедневно совершал литургию, на ней причащался. И это тоже очень древняя традиция причастия. Что это такое? Вкушение тела и крови. Чьих тела и крови? Самого Бога. Под видом хлеба и вина. И эта традиция такая же древняя, как и само человечество. Ибо с древнейших времен еще язычники поклонялись идолам, идолов, ассоциировали с животными. И этих животных считали своими божествами, проявлениями невидимого Бога здесь на земле, в видимом чувственном мире. И этих животных они приносили в жертву и вкушали тело, и пили их кровь. С древнейших времен считали, что совершить жертву и вкусить от нее, это глубочайшее соединение с Богом, через этот ритуал, через этот обряд. И когда опять-таки явился Бог на земле, Бог истинный и великий, Христос, тогда и таинство вкушения тела и крови Бога стало доступным для человека во всей полноте. И что сделал Христос накануне, за несколько часов до своей казни, смерти и воскресения? Что? Напоследок делают всегда что-то очень важное. Самое-самое главное делают обычно напоследок. И вот Христос и совершил таинство вкушения хлеба и вина, то есть тела и крови своих. Он передал эту тайну апостолам, а они ближайшим своим людям. И так тайна их коричья распространилась и до наших дней дошла. И значит смысл этого таинства тот же самый, что и в имяславии. Общение с Богом, общение глубочайшее, на очень глубинном уровне, максимально, насколько это возможно для человека. И тот, кто держал в руках или встал и прочитывал книжицу «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского, тот тоже заметил, наверное, что почти на каждой странице Иоанн Кронштадтский говорит о Евхаристии, о причастии тела и крови Христова. Ибо тело есть утверждение бытия, а кровь есть жизненный сок, жизненные силы. И то, и другое получаем мы от Бога. Сам Бог питает нас Собою. Христос пришел, как Он говорит, не для того, чтобы осуждать, не для того, чтобы казнить человека, но чтобы его спасти, а для спасения дал великие орудия. Это имя свое и тело и кровь свои, через которые мы со Христом соединяемся. Ибо Сам Он сказал, тот, кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне. И тот не умрет никогда, но наследует жизнь вечную. Войдет в Царствие Божие. И жизнь Божия будет в человеке в том, кто причащается. Эти темы, они пронизывают все творчество Яна Кронштадтского. Эти темы древние, как самочеловечество. Важные, ключевые. Ибо что для человека важно? Это питание. Если не будешь кушать, то умрешь, да? Дыхание. Не будешь дышать, задохнешься и ни двух, ни трех минут уже не проживешь, если дыхание у тебя не будет. Общение, живое, личностное, общение через имя, через имена. Мы любим и проклинаем именами. И благословляем через имена. Потому что имя, это очень важно. Через имя проявляется сущность. И я желаю, чтобы каждый из нас внял этому великому учению. Это даже не учение. Это древнейшие традиции. А в христианстве они доросли до максимальной высоты, до какой только им нужно было дорасти. Почитание имени Божьего и вкушение тела и крови Христова. Я желаю, чтобы каждый из нас тоже жил этими двумя главнейшими вещами. Чтобы Иисусова молитва была как дыхание. И причастие как питание, необходимое для жизни каждого из нас. Богу нашему славу. Всегда. Ныне и присно и вовеки веков. Аминь. С праздником всех! Верую, Господи, и исповедую. Верую, Господи, и исповедую. Яко Ты еси поистину Христос. Сын Бога Живаго. Сын Бога Живаго. Пришедай в мир грешные спасти. Пришедай в мир грешные спасти. Одни же первые есть аз. Одни же первые есть аз. Сын Бога Живаго. Яко Си есамое причистое тело Твое. Яко Си есамое причистое тело Твое. И си я самая есть честная кровь Твоя. Если я так славный, если знает тот, кто я, молюсь оба тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подоби меня неосужденно причаститесь в речистых твоих таяц во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери твои, я, тайная днесть. Сыне Божий, причастникам я прими. Сыне Божий, причастникам я прими. Не во врагом твоим тайну повем. Не лапзанье ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую тебя. Но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царствие твоем. Помяни меня, Господи, во царствие твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение. Причистых твоих таяц, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться телу и крови Господа можно только после исповеди и натощак. Предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте. Уберите эту самую куда-нибудь, подкатите сюда. Сюда подкатите. Иди, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Молоденец. Борис. Борис. Так, дорожка, дорожка. Столы, заканчивай. Кроме, вот кто сошелся? Кроме, вот кто сошелся? Я сейчас, я сейчас. Салай. Иди, что я. Я, здорово. Запивай. Целый кровь у вас подключается. Молоденец. Молоденец. Кто? Артемий. 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 Телок, вот. То, что рот-то открыть не умеет. Целый кровь у вас не ощущается. Молоденец. Юлия. Жизнь вечно. Юлечка, рот. Вот девочка была. Девчонки, сообразительные. Молоденец. Молоденец. А Леон? Леон. 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 Леончик. Леон. Челый кровь у вас подключается владенец. Дарья. Да. Гадан. Алена. Алина. 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 Алина, кто же гадан. Кем? Оу. Оу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приветствую вас, дорогие мои братья и сёстры, с праздником праведного Иоанна Кронштадтского! За его святые молитвы пусть нам Господь такую же даст ревность по Боге, верность православной Церкви и стремление расширить её влияние на все стороны нашей повседневной жизни, чтобы семья была христианская, чтобы к обязанностям своим относились со страхом Божиим, своей ответственностью перед людьми и обществом, и государством, и чтобы всё было во славу Божию и на благо Святой Церкви, которую вы же и составляете, значит, на ваше собственное благо, к славе Божией и к вечному нашему с вами Царству Небесному, Которого да исподобит нас Господь за молитву праведного Иоанна Кронштадтского! Аминь! Мир вам! Спасибо! Мир вам! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Один простец, батюшка, много не говорил, он просто обращался к таким женщинам, как вы, и призывал «Бабы, берегите православие!» Вот это очень талантливая женщина, на православном театре. Спасибо! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...